Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Так как пришло очень много вопросов, комментариев, но вы же понимаете, что мне сейчас отвечать совершенно некогда, писать, вот сидеть, печатать. Я быстренько сейчас пройдусь по вопросам, которые наиболее злободневные, на которые ответить нужно именно сейчас, по времени, потом будет поздно. Я сейчас постараюсь ответить. Начну с самых последних, пойду вниз, буду отматывать назад и докуда успею, до туда дойду. Если кому-то не отвечу, не обижайтесь. Вы понимаете, что сейчас посадки, посевы, самая такая горячая пора. Я живу буквально в огороде и захожу сюда очень редко, только выбросить, чтобы скинуть видео о том, что я работаю, ну, что я сейчас делаю, над чем работаю. Конечно, мне некогда отвечать. Не обижайтесь, я все ваши комментарии читаю, за хорошие благодарна, за такие какие-то негативные, поднимают мне настроение, смеюсь. Иногда такие напишут, что очень, правда, анекдоты. Ну, ладно, начнем. Лена Сафонова. По моему опыту, перец можно пикировать спокойно, можно не пикировать, все по желанию, по обстоятельствам, так что спокойно делайте, как вам удобно. Ну, я так всегда и делаю, конечно. Конечно, спасибо, что вы меня поддерживаете. Я вообще рада, что очень много здесь моих единомышленников, вот в этом сообществе, очень многие меня поддерживают и считают, что правильно делать так, как хочется, а не так, как нас учат какие-то там ученые или, ну, не знаю, специалисты. Вот пишет, ну, я не могу вот это вот прочитать, не русское название имени. Извините, если сейчас прочитаю неправильно. Ашхатмир, что ли, сейчас там не пишут. Ольга, покажите-ка, сейчас выглядит ваш участок. Вот сегодня я буду как раз готовить грядку для высаживания в открытый грунт томатов в тоннеле, и вы как раз увидите, как выглядит мой участок. Он выглядит так же, как неделю и две назад, ничего мы там не делали. Также лежат каркасы вот этих с унесенных теплиц. Муж на выходных хотел что-то из них выбрать, вот из этих железяк, и как-то хоть из двух одну сделать. Весь выходной прокопался, ничего не сделал и бросил. Так все там и лежит. Ничего еще не перекопано. Сегодня увидите. Она же пишет, или он, не знаю это. Расскажите, какой должна быть температура, и каким прибором пользуетесь вы. Температура у нас с водопровода, прибором типа для измерения, я не поняла, или носить воду, носим воду ведром, наливаем из водопровода. Температура холодная, поливаем так все лето, теплой воды нет, и взять негде на такое количество питомцев. Поэтому приучаю к холодной воде сразу, поливаю все холодной водой, они привыкают сразу с рождения. Другой воды они не видели, раз уж они родились в сибирском регионе, я делаю из них сибиряков сразу, потому что здесь у нас нет ни теплой воды, ни сильно теплого климата. Дальше. Олег Хандер. Ну тоже не по-русски, не знаю. Молодец, все абсолютно правильно. При загущенной посадке создается влажный микроклимат, в этих условиях начинают прорезаться вторичные корни. Да, я об этом уже как раз и знаю, об этом вам хотела и сказать, потому что некоторые до сих пор не знают, что есть у них такая способность. Яна Шиховцова, спасибо за видео. Можно ли совмещать органические удобрения и минеральные? Ну, ответ на этот вопрос, конечно, да, потому что вы всегда весной видите, и рекомендации специалистов. Я показывала, что мы добавляем в лунку перегной и кладем туда суперфосфат, калийное. Это значит перегной органика, а это все минеральные удобрения. Они прекрасно совмещаются, все это не противоречит друг другу, можно совмещать. Оля Быкова, здравствуйте, скажите, при высадке перца в грунт можно заглублять, раз он образует дополнительные корешки. Рассада высокорослых перцев у меня вытянулась. Конечно, можно, это опять вот про ту же тему, что заглубляйте, она будет корневая система побольше, и он будет такой коренастенький. Мне бы хотелось знать, как вы выращиваете рассаду такую красивую, а про тот ассортимент, что в магазине мне и продавец расскажет, я не начинающая, подобные перечисления в каждом ролике. Я же не просто так перечисляю в каждом ролике, перечисляю, потому что меня спрашивают, назовите сорта, потому что каждый мой видеоролик, почти каждый, это ответ на вопрос, или который приходит в Одноклассники, или который я здесь читаю, но не пишу, не отвечаю, сразу раз и снимаю видеоролик. А как я выращиваю рассаду, я уже показывала, просмотрите все видеоролики. Я кладу семечко в землю, засыпаю землей и поливаю. Ну какая она красивая, вы если вот этот имеете в виду ролик, это просто, это не моя заслуга, что она красивая, это характеристика сорта. У них толстый стволик, и они такие коренастые. У меня есть некрасивая рассада, которая с обычных сортов, она вырастает тоненькая, бледненькая, но все равно я ее выращиваю, она потом высаживаю, и она потом вырастает хорошая. Пишет. Не люблю, когда не на русском аватарке, не знаешь, как прочитать. Ну, вали, 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 вали. Ух ты, я так и делаю в длинных широких грядках. Это когда вот я прыгаю туда-сюда, застук делаю. Рафшан Халиков. Почему внезапно погибла рассада огурцов в пластиковых одноразовых стаканах, застой воды, что ли? Вы понимаете, вам никто заочно никогда не назовет точную причину гибели огурцов. Может быть, перелив, может быть, какое-то кратковременное понижение температуры, может быть, что-то в почве, какая-то болезнь или что-то загнивание корневой системы. Это нужно вам, не знаю, как-то самим вытряхнуть один стаканчик, посмотреть, что там случилось. Может быть, там коричневый корень, какая-то корневая гниль. Галина Козлова пишет, перец положено пикировать в стадии 4-5 листьев, чуть позже, тем лучше. Но, знаете, я тут с вами не совсем соглашусь. Я вот пикирую и в фазе 2-7 долей очень хорошо приживается, когда он совсем крошечный. Я вот когда делаю загущенные посевы иногда, некогда раскладывать по одной. Иногда даже вот так просто россыпью сыплю, и как только он появляется, я его уже потом пикирую через 2-3 сантиметра, но чтобы получить тоже густые, но не очень. Я бы хочу сказать про перец. Пикирую в любой стадии. 2-7 доли, 1 лист, 2 листа и до 7. Всегда приживается хорошо. Не знаю так почему, тут вот мне сглазить. Ну, почему-то перец, он мне кажется даже выносливее, чем томат. Он и не вытягивается, он и переживает вот пикировку прекрасно. Сейчас высадила в теплицу, у нас жара стоит на улице. Томаты обязательно рассада привяла, она упала, она будет 3 дня там валяться, солнцепёк, я ничем не прикрываю, они сразу привыкают к солнцу. Перец стоит весь как солдат. Так что и в 4-5, и в 1 лист, и без настоящих листьев пикируйте перец в любой фазе. Так, Равшан Халид, у меня почему-то в таком же возрасте, как у вас, рассада внезапно упала, погибла. Ну, вот это опять я про, опять у нас спрашивают про огурцы. Если она стоит на подоконнике, возможно, там прохладно. И если она стоит без подставочки, прямо на подоконнике, и подоконник прохладный, может быть такое, как сказать, остывание грунта. Есть такое понятие, что грунт холодный, и корневая система начинает там, у неё заболевание начинается, и погибают огурцы. Они очень теплолюбивые. Если вы ставите на подоконник, я обязательно, или какую-то, ставлю на такие, на ножки, ну, чтобы между подоконником и вот этим лотком было воздушное пространство. Чтобы они не стояли на подоконнике и не остывали, потому что подоконник ночью очень холодный. Но опять же говорю, заочно вам никто, никто не даст, не поставит диагноз, от чего они умерли. Олечка, спасибо. Это Валия пишет. Вы снова ответили на мой вопрос, а в другом видео задавала вопрос, какую температуру выдерживает капуста. Сейчас вынесла на холодную веранду. Да, капуста в том году у меня пережила минус 4, так что не бойтесь её переохладить, она любит холод. Галина Жаркова, великая труженица, восхищаюсь вам, спасибо. Я очень рада всем, каждому вот такому положительному отзыву вашему. У меня и так, вот весной всегда приподнятое, хорошее настроение. А прочитаешь ваши отзывы, о, я как этот, говорили там, купите культиватор. Я сама как мотокультиватор бегу в огород, у меня хорошее настроение, хочется горы свернуть. Ещё весна, ещё всё это, ну, начинает свисти, вообще всё так хорошо. Макс Маршалл пишет, Ольга, вы настоящий поэт. Да, я много лет в юности писала стихи, и у меня это осталось. Потом, ой, не русская опять, ла, ран, хорух, не знаю, короче, обожаю вас, умничка потом. А такие большие ростки надо обрывать, это про картошку. Знаете, мы не обрываем, если честно, мы укладываем, один раз у нас выросли такие косые у картошки, чтобы мы её клали в луночку, вот так вот косу держали руками, заглубляли, а верх вот этой воростка косички оставляли наружу, тоже выросла. Потому что мы садим очень мало и оставляем на семена немножко, ничего мы не обрываем, я вообще не люблю, как вмешиваться вот в такие дела, но выросла и выросла, что у неё. И укладываем. У нас как неопытный там образцовый какой-то участок, какая картошка, какие семена достаем, те и садим. Иногда очень тепло в подвале, позднее, когда весна, она там перележит, такие косы вырастут, но обрывать её и выбрасывать нам уже её жалко. Заглубляем, какие есть. Потом Валя пишет, спасибо, Оля, как моя капуста вылезла 2 см. А, ну это уже прошли. Лия Герасимова, это комнаточка, я всё кратко, почему многому меня научили. Дальше Равшан Халиков, ой, у меня в этом году томаты погибли, не могу понять, поздно посеяла в марте, распекировала в апреле. Так ещё и томаты погибли у них, огурцы и томаты. Корни задохнулись, дырочки маленькие, не везде были. Ой, я не знаю, наверное, грунт, скорее всего. Тут вот ему пишут комментарии, что, скорее всего, дело, наверное, в земле, да. Сколько людей, столько мнений. Вот, я живу в деревне. Здравствуйте, Ольга, скажите, пожалуйста, где вы живёте? Сказали, в Сибири. Можно ли в теплицу высаживать? Я живу в Сибири, Алтайский край, город Бийск. А высаживать в теплицу или нет, вы же сами должны решать, потому что высадить в теплицу можно. Вот сейчас у нас очень тепло, как я уже говорила. У нас вчера было 20 градусов на улице, 38 градусов в теплице, и всё можно высаживать, всё там растёт, приживается. Но вы всегда должны предполагать, что может измениться всё в один момент, завтра может выпасть снег. И если я вот высаживаю в теплицу, я уже знаю, что на случай похолодания у меня всё есть. Я закрою дугами, накрою вот этим нетканом, могу накрыть сверху ещё целлофаном. У меня полный, там специально в гараже отсек для моих вот этих садовых припасов, все плёнки там, все дуги, всё-всё-всё. У меня муж ругается, что моих вещей там больше, чем вообще всех остальных. Но у меня всё там в запасе. Так что если я высаживаю в теплицу, я за них ответственна, и я даю им гарантию, что в случае мороза я их утеплю. В крайнем случае включу ветродуйку, у меня есть тепловая пушка. Сейчас они там, ночь находятся без всего, я не подогреваю ничего, потому что за день нагревается, всё там им хватает. Для томатов нормальная эта температура, но если будет мороз, я должна их чем-то укрыть. Раиса Филина, пишет вот интересный, хороший, большой такой комментарий. Понятие формирования, прищипывания, разные понятия. Формировать, значит, ограничить количество перчин. При формировании удаляют один наименее развитый цветок и много-много-много. Короче, она рассказала всё, ещё один способ формирования, она рассказала. Именно, вначале я же говорила, что формируем мы разными-разными способами. Я вот рассказала уже, как для раннего урожая, потом как в два ствола, а она рассказала вот тот способ, который я, третий у меня уже нарисован рисунок. Я хочу сказать, да, Рая, все формируют по-разному. Но вот там, где, вот под которым вы написали комментарии, мне кажется, вы там с прищипкой, это, я же сказала, что им пользуются только в тех случаях, когда мало, 10-12 специально, искусственно удаляют всё остальное, чтобы получить ранний урожай. А вы описали способ для получения обильного урожая. И я в самом начале говорила, что каждый человек выбирает, или он будет мало перчин иметь на кустике, но рано, или много, но это плодоношение будет растянуто. Вы описали другой, очень хороший тоже, но совсем не этот способ. Их очень много, их 4 или 5 способов формирования. Все я, конечно, не успела ещё рассказать, я только 2, по-моему, описала и схему показала. Но ваш способ тоже очень хороший, но каждый выбирает ведь свой. Вот я нынче буду, например, одного сорта, 2 кустика вот так, как вот этот видео, для раннего урожая, 2 кустика, вот как вы, для длительного плодоношения, а 2 кустика, например, вообще не буду формировать, и покажу всем именно разницу способов различных формирования. Дальше идём. Светлана Вежлива. Вся рассада на продажу, земля отличная, раньше так сажала, сейчас так не сажаю, да, вот эта рассада, конечно, на продажу, столько мне не надо. Галина Антонова всё поняла разумно, вот что. Андрей Ильницкий, где вы берёте столько тёплой воды? Я тёплой воды нигде не беру, я поливаю холодной, приучаю сразу, я уже об этом говорила, потому что весь сезон я буду поливать холодной водой из водопровода. Они у нас будут закалённые, но повторять не буду, всё это я только что сказала. Тамара Церковная, спасибо, дорогая, пусть не смотрят, никого никто не заставляет. Так, опять Рубен, и, ну, не по-русски, не знаю. Как всегда, своевременно полезно, спасибо. Элла, Нолину, Мичурину, удивили, я всё поправила, делала перец, не пикровала, я не могла вырастить, достойный урожай. У вас перцы просто загляденье. Спасибо за ошибку. Какая температура ночью в теплице. Ну, вот сейчас пока что холодно. Вчера вечером я выходила, у нас было ночью вечером 17 градусов, это очень тепло. Но потом, может быть, будет и 10, он тоже может. Если будет меньше 10, как я говорила, и вот меньше 10, меньше 8, придётся уже его подогреть искусственно. Андрей Хамелеон, какая же вы молодец, всё, успевайте садить, да ещё и учить. Здоровья вам, успехов. Спасибо, здоровье мне не помешает, я уже такая старенькая больная тётечка, я такие пожелания люблю. Наталья Соборова, нам начинающим очень нужны ваши ролики, Ирина Станковская, я пробовала, с верхушки всё хорошо, а нижняя часть дала совсем мало плодов. Но подумайте, если вам отрезать голову, Ирина, но вы понимаете, что мы же это делаем, как сказать, в таких уж крайних стрессовых ситуациях, в экстренных, я же не режу хорошую рассаду пополам, я не совсем как выжила из ума, но когда уже она так и так пропадает, вот у меня сейчас целый лоток, сегодня буду резать, целый лоток, я даже если получу из верхушек хорошую рассаду, у меня получится, даже если то же самое количество, я хотя бы облегчу высадку, мне её будет, она будет коренастая, я с ней не буду мучиться при высадке, она будет красивее, эстетичнее, чем вот так, она сейчас, лоток вырос, короче, до какой-то определенной, ну пусть там 30-40, он упал, завалился, они все искорявились, я не говорю, что там, я вообще даже думала, может быть, низ и не буду использовать, вот этот верх даст, корни посажу, там уже цветочные кисти, она быстро начнет плодоносить, поэтому я и говорила, что это мы делаем в таких ситуациях, когда уже рассаду нужно исправлять, спасать, всю, конечно, мы не режем, потом Лена, Оля, спасибо за подробное видео, теперь всё стало ясно, Ольга, видео понравилось, думаю, пригодится, Марина, а я пикирую на улице под пленкой, удобно с одной стороны и с другой стороны, ну вы на улице пикируете, а нам на улице ещё рано, а вот мы же выращиваем в теплице, в теплице вот эта вот ширина с другой стороны не подойдёт, что-то иначе никак, только так, или дорожки поперечные делать, это очень экономично, Марина, сколько людей, столько мнений, ваш метод выращивания, смотря на какие правила, показательно доказал вашу правоту, рассада шикарная, причём видно, что она крепкая, закалённая, потом Лида, Ольга, спасибо за видео, Елена Хомель, здравствуйте, скажите, пожалуйста, что у вас будет посажено в лунке вдоль стен теплицы, они вроде расположены чаще, вдоль стен теплицы будут посажены тоже томаты, но будут посажены там такие более компактные, демидов, вот если видели прошлогоднее видео, вы, наверное, видели, там вдоль теплицы у меня рос демидов, там ещё какой-то, они вообще загущенно растут очень хорошо, он меньше ростом, он такой, ну как, не расползается в стороны, они расположены не чаще, они расположены так же, только они в шахматном порядке по отношению к этим, чтобы тень от них сюда не падала, я вот сейчас уже скоро буду высаживать демидов, там будет демидов, потом ещё какие-то маленькие, по-моему, голубые, еле я там наметила высадить, санька, который низко, те томаты, которые именно для раннего урожая, они поспеют, наверное, поскорее, конечно, чем высокоруслые, которые будут на северной стороне, Марта Светличная, спасибо, Наталья Лабек, Ольга, каждый день спасибо за видео, что нам, новичкам, подробно рассказываете, и, так сказать, в рот ложите, мне стало интересно, что вы посадите к стене ближе, тоже томаты, вот я как раз сказала, там будет демидов, сажаете сначала с краю, извините, если что-то посадите, то почему сажаете сначала с краю, я сажаю наоборот сначала в центре, чтобы во время вдруг неожиданных каких-то заморозков, по периметру всё не замёрзло, у меня был такой горький опыт, по краям теплицы, всё, что было около поликарбоната, сеянцы замёрзли, теперь я всегда сажу только сначала центральный, и потом, когда чуть потеплеет, тогда края, Валентина Клеймёнова, огромнейшее спасибо за такие видео, садовод третий год, куча вопросов, вы же всегда даёте, главное, вовремя нужно ответить, тем, кому не нравится, могут не смотреть, я тоже так думаю, держайте свои комментарии при себе, значит, это видео не для вас, София, спасибо, придаёте уверенность, Галина Талалаева, спасибо вам за то, что вы нам ещё не имеющих опыта рассказываете, Алик, Оля, это классно, самые лучшие ролики, всё доступно, браво, Лия, великолепные ролики, кому интересно, они смотрят, каждый ролик смотрю с удовольствием, Анна, здравствуйте, спасибо за ваш труд, видео о баклажанах, от посева до, к сожалению, я в этом году не стала садить баклажаны, и поэтому показать ничего не могу, не стала садить, потому что в прошлом году посадила, не был съеден ни один баклажан, их почему-то не знаю, они у нас недолюблены, недооценены, потому что они, не знаю, ну, в этом году я решила их не садить, раз они у нас все пролежали, испортились, добавляли я собаки варим еду, добавляли и собаки в еду, она их тоже откидывает, она картошку с капустой ест, мясо выберет, а баклажаны откидывает, раз уж даже собака не ест баклажаны, значит я решила их не садить, на будущий год я хочу посадить несколько кустов чисто для того, чтобы рассказать про формирование, про уход за баклажаном, но в этом году было некогда как-то, тут еще теплицы унесло, много новых проблем, я думала будет все готово, а пришлось все заново делать, баклажаны у нас выпали из списка, Любовь Веселова, спасибо вам огромное за подробные уроки, Полина Вишнякова проболтала, а томаты не посадила, да вот такая яговоруха, не посадила томаты, но зато все рассказала, так ей отвечают, а вы попробуйте сами снимать, сажать помидоры, но действительно я же в одной руке держу камеру, а другой все это показываю, так Валя, Олечка, спасибо за хорошее развернутое объяснение, какие возникли вопросы, вы тут же на них ответили, Мари Моро, Оленька, никого не слушайте, у вас рабочий момент, у вас все аккуратно, вы большая умница, это про бардак, который мне советуют, сначала разберите завал, и потом снимайте, лист обелось, видео пустое, вообще ни о чем, можно было показать больше, говорить по существу, вы толчете воду в ступе, и ей отвечают, а мне все понравилось, никакой воды, а вот у вас в комментариях, вода в ступе желчью разбавленная, вот из таких комментариев, правда, я сейчас вот развеселилась, как раз пойду садить капусту, и Ольга отвечает, я согласна, как же сажать, не покажено, вертикально, полулежа, такие широкие лунки, или еще как-то, вы просто следующее видео не посмотрели, там я уже рассказала, я тыкала вот этим черенком, показывала, как я туда заглубляю, ну, я же все показываю поэтапно, я не могу одно видео растянуть на 30 минут, сначала включить, и показать, как я копаю лунки, как я туда добавляю, потом как сажу, весь процесс-то длительный, вы тоже поймите, вы дальше посмотрите, вы все увидите, ну, а про воду в ступе толчете, у вас это выражение не только некорректно, но оно не соответствует, вы же знаете, значение этого выражения, когда толкут воду в ступе, это значит, ну, как бестолковое занятие, ничего не делание, там, ну, вот, такое пустопорожье, я не толку воду в ступе, я показываю подробно, все этапы выращивания растений, для начинающих, если для вас кажется, что это, ну, как пустая болтовня, ну, значит, это действительно видео, не для вас, вы просто его, некоторые люди, как вот делают, даже вот в этом, как ускоряют как-то скорость, или что-то, я не знаю, я в этом ничего не понимаю, ну, пробежались, если это не для вас, листайте дальше, может быть, действительно, если вы уже, там, что-то знаете, что-то уже понимаете, это же видео не для всех, а для начинающих, я вот подробно, досконально, все это рассказываю, для вас вода в ступе, а для начинающего, это именно, жизненно важные знания, так, вот тут же пишут, зачем я такой злой, высказала свое мнение, никого не оскорбляла, ведь заявлено название видео, совершенно не соответствует сюжету, здесь показаны корни и ямки, надо было назвать, корневая система томатов перед высадкой, но я вам могу дать такой совет, но не огородный, если вы вот, у вас все там, вы знаете про сюжет, про какие-то там, как правильно названия подобрать, корневая система томатов перед высадкой, вам тогда надо снимать свои видео, может быть они действительно будут, не как у меня вода в ступе, они будут такие познавательные, такие информативные, я сразу всем говорила, я не профессиональный видеоблогер, я чисто огородница, просто все, что я делаю, я снимаю, и это конечно не для всех, не каждый может с моим, как сказать, вот этим смириться, с моим неумением снимать хорошо, неумением там сюжет как-то подобрать, чтобы стопроцентное было соответствие с названием, извините, я такая вот из провинции, тетенька необразованная, как могу, так и снимаю, так, Галина Жаркова, лунки большие, потому что сажают по два томата в лунку, так в том-то и дело, я про это и говорила, как там непонятно, так, цветочек, покупаю на рынке рассаду, тоже без земли сажаю, ее неделю болеет, но приживется, Анна, спасибо большое за видео, но крупные планы в половине случаев совершенно несмотребельные, я это все учту, конечно, вот сейчас только что про это говорила, что я с этим, я взяла видеокамеру в прошлом году первый раз в руки, вы видели, наверное, примерно дату, когда я открыла свой канал, тогда я первый раз взяла и камеру в руки, вы понимаете, дело в том, что я, конечно, я все это постараюсь учесть, но когда я снимаю, я вот смотрю на эти нагрядки на растения, мне надо смотреть вот этот экранчик, я забываю, что нужно следить, я когда меняю расстояние между объектом и камерой, вот, например, приближаю, ей нужно выждать какое-то время, чтобы восстановилась вот эта четкость, а я же об этом не думаю, пока она восстанавливается, я раз уже в другую сторону, куда пошла, говорю, дальше показываю, я не, как сказать-то, ну, еще раз могу сказать, я не профессиональный вот такой, не видеоблогер, не видеооператор, я рассказываю, мотаю вот этой камерой, я, конечно, буду стараться, но мне очень сложно, потому что я когда начинаю говорить, у меня растение на первом плане, а то, что там он снимает, я иногда и забываю, я рассказываю, рассказываю, потом начинаю пересматривать, я вижу, что там есть вот эти вот какие-то огрехи, что где-то четкость, где-то смазано, где-то я так веду камеру, что вообще голова кружится, но буду стараться, буду учиться, написано, листья снизу пожелтевшие уже, конечно, пожелтевшие, потому что они стоят в сухой теплице, в некомфортных условиях, вот сейчас я их высадила в теплицу, листья позеленеют, листья позеленеют, томаты растолстеют, вот это как раз будет влажно, солнце им там, они так долго ждали этого, они еще покажут себя, вы не смотрите, когда высаживаете, что у вас может быть рассада, и хиленькая, мы же ее мучаем дома, в комнатных условиях, но как может растение жить в наших комнатных условиях, конечно, ему плохо, конечно, он ждет этого, как люди ждут отпуска, чтобы вырваться с душного офиса, куда-то на море, куда-то, не знаю, ни разу не видела в жизни море, но я думаю, что в офисе хуже, чем на море, так же и томатом, и дома у меня в комнате, или вот в этой теплице, в сухой рассадной, тоже хуже, чем там сейчас, куда я ее высадила, посмотрите, через неделю, через две, вы их не узнаете, будут стоять такие красивейшие пальмы, на этой оптимистической ноте я закончу, потому что вопросов очень много, все, и вот еще отвечу, куда деваете грунт из лунки, это важно, ведь его много, лунки глубокие, грунт я откидываю вот туда, к этому, к поликарбонату, чтобы как бы, еще раз утепляя эту стенку, я там делаю такой из земли бортик, еще вы видели, поставила плашку, для того, чтобы на случай холода, вот, холодная температура не проползла ко мне в теплицу, и сегодня, раз я так все утеплила, я решила, что я, наверное, и по краям буду высаживать, потому что я накидала туда земли из лунок, поставила туда плашку, все, я утеплила, и теперь буду по краям высаживать демидовцев, все, до свидания, желаю всем, всем, чтобы к нам не пришел мороз, чтобы растения были толстые, здоровые, с такой корневой системой, мечта была бы, мечта была бы, все, я думаю, что в этом году будет все намного лучше, чем в прошлом, до свидания, с вами была Ольга Чернова, неопытный видеорежиссер, начинающий видеоблогер, которая толкет и толкет воду в ступе, и хочу сказать, что толкла, толку и буду толчить, буду учить начинающих, буду рассказывать все подробно, подробно, до мельчайших мелочей, но извините, если кому-то, вот например, это не нужно, это очень долго и нудно, но значит, действительно, эти вот видеоролики, они не для вас, надо более профессиональные смотреть, я сейчас не могу тоже начать говорить, какие-то, о научных способах, есть там и прививки томатов, и скрещивание томатов, для выведения новых, сортов, зачем это надо, лучше научить людей, хочу простому, земледелию, традиционному, чтобы просто получить урожай, без всяких заморочек, до свидания.